Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о менталитете российских мужчин или почему я второй раз вышла замуж за американца, а не за русского мужчину. Вот Глеб Воронский мне написал, почему мой муж женился на мне, женщине, так сказать, в возрасте, с историей, с двумя детьми, а не на 20-летней Филиппинке. То есть в этом сразу виден подход российского мужчины, да, то есть несмотря на то, что к 40-50 годам, как правило, у них уже, у самих есть довольно-таки замаранная история, одним, двумя, тремя браками, как правило, к тому времени уже есть один-трое детей у него самого и, возможно, даже по разным лавкам, то есть от разных женщин. Тем не менее, они все после разводов или развода хотят моложе себя на 15-30 лет и чтобы не было детей. Вот такой вот подход у российских мужчин, что более-менее зарабатывающий мужчина хочет себе именно такую практически девственницу. Желательно, чтобы девственница была, ходила в храм и никого у нее до него не было. То есть это вот такой вот подход у мужчины. Так вернемся к нашим баранам. Как можно сравнить красивого, интеллигентного, умного московского доктора, работающего в одной из самых престижных клиник России с безбродной, необразованной 20-летней Филиппинкой? Я забыла сказать в предыдущем видео, что, как правило, на Филиппинках женятся те, кому уже дети не нужны, потому что все мужчины хотят красивых, умных детей. Понятно, что то, какого ребенка родит женщина, не зависит от возраста и, в принципе, даже чем позже рожает женщина, тем более талантливый получается ребенок. То есть как ни крути. И понятно, что даже вот женщина там женится на 45-летней, там 50-летней, но она еще может родить. Понятно, что ребенок у нее родится без возрастных изменений, у нее нарядится ребенок. То есть он не будет зависеть от возраста женщины. Естественно, если мужчина хочет семью и еще детей, однозначно он на Филиппины не поедет. Он поедет в Украину. Он поедет в Украину, привезет красивую украинку. Кстати, кто-то мне написал, что смуглые. Вы глубоко ошибаетесь. Я выросла в Мурманске, а Мурманск этот город моряков, где большинство моряков это были выпускники одесской мореходки. То есть все в мое окружение это было либо 50% хохлы, либо на 50% русский украинец. То есть чисто русских вокруг меня в Мурманске не было. Возможно, отсюда у нас у всех сформировался определенный акцент. Вот. Отмечу, что ни у моего отца, ни у моей матери акцента нет никакого. То есть у них чисто русское произношение. Возможно, из-за того, что мы росли в Мурманске, среди таких вот миксованных детей, у нас сложился такой акцент, в чем-то напоминающий украинский. Так вот, я вам хочу сказать, что все мои подруги, друзья, все были как на подбор очень красивые. И большинство были блондины, блондинки с голубыми глазами. Те, которые с Украины. У меня на самом деле был большой шок, когда я в 16 лет поступила в медицинский, переехала в Москву. У меня был шок от того, сколько в Москве некрасивых людей. Даже дети. Вот казалось, говорят, что детей некрасивых не бывает. Бывает. То есть я потом, даже когда родила сына, я ходила гулять. И реально, реально в Мурманске намного-намного красивее были мои друзья и то сообщество, где я жила. Я не говорю, что там 100% красивые в Мурманске, 100% страшные в Москве. Но разница была очевидна. Я даже помню, какая-то передача включила. Я смотрю, там какой-то детский сад показывают. В Москве уже. Я смотрю, такая, боже, детки как на подбор красивые. Думаю, интересно, где этот детский сад? Вы не поверите. Это был репортаж из Мурманска. То есть там реально как бы красивые дети. И большинство моих друзей и их родственников, они наполовину украинцы. То есть либо папа, либо мама русский, а второй украинец. То есть 50 на 50. И у третьей фамилии Ако. Но понятно, что когда выходит замуж, они меняли даже мужчины, ряд мужчин, которых я знаю, они меняли на русскую фамилию по бабушке или по дедушке. И меняли украинскую фамилию не по жене, а меняли просто там по родственникам. А потом уже жена брала их новую русскую фамилию, а не не украинскую. Это что касается именно украинцев, то есть я не согласна. Все-таки у украинца более красивая нация. И в принципе, когда я работала по Walk and Travel USA, если брать восточную Европу, очень красивые девочки приезжали из Словении и Словакии. Они все как на подбор, точеные, высокие, то есть 7 метров 70, красивые. Да, у всех были темные глаза, темные волосы, но девчонки были как на подбор. Вот Словения и Словакия, Польша и Чехия тоже, но Польша и Чехия, да, кто там еще? Польша и Чехия тоже были симпатичные, но вот именно меня поразило, насколько все как на подбор ребята приезжали из Словении и Словакии, там даже красивее были, чем из Украины. То есть, на самом деле, это очень большое самомнение, что у русских самая красивая нация. В любой нации есть как красивые люди, так и некрасивые. Так что, и что касается Америки, Америка это тоже страна эмигрантов. Здесь не только из Англии эмигранты, здесь из разных стран, из Италии, из Азии. И, опять же, из Восточной Европы, то есть здесь очень-очень много красивых, ухоженных людей. И к тому же, если брать 20-летних девочек, то это нормально быть красивой в 20 лет. А вот разница потом очень сильно видна. Если взгляд, среднестатистических российских женщин в 40-50 лет, у которых низкий доход, они не могут позволить качественный уход за собой, то тут уже все печально. Женщины, к сожалению, в российской глубинке в 40-50 лет уже выглядят на 10-20 лет старше. Хотя в те же 20 лет они были все красивые, хорошенькие. Но кто-то там говорил, да, что в 35 или 40 лет женщина имеет ту внешность, которую заслуживает. То есть если за собой не ухаживать, не заниматься спортом, правильным питанием, походом к косметологу, то это все, конечно, отражается на внешности. Это что касается, почему мой муж женился на мне. Потому что он хотел красивых, умных детей. А что касается того, что у меня была история, мой муж тоже был не мальчик, ему было почти 50 лет. Понятно, что у него была история. Он 20 лет прожил с женой, жена не могла иметь детей. И вот он принял осознанное решение после смерти своей матери развестись и найти женщину, с которой бы он мог иметь семью и детей. Это я приехала в свой фитнес-клуб. А что касается того, почему я не могла найти в России, у меня не было найти проблем мужчину, который переехал бы ко мне жить. Вот таких было очень много, желающих хорошо пристроиться, потому что с таким пафосом, где я работаю, где я живу, на чем я езжу. Мне подруга посоветовала провести эксперимент, не говорить, где я живу, приезжать на свидание не на своем Lexus RX новом, а на такси, не говорить, где я работаю. Ты, говорит, только так сможешь найти своего мужчину. Вот именно когда вот так вот ты показываешь себя, говоришь, а я живу на съемной квартире, да, работаю там обычным врачом в городской поликлинике, интереса ко мне как к личности у российских мужчин не было. Я потом, кстати, ради интереса проводила эксперимент с теми же мужчинами, да, то есть они узнавали, где я живу, где я работаю, сразу шли на попятны, вот знаете, можно было снимать видео, сразу такие, там мы как бы, ой, а давай еще раз встретимся, давай съездим отдохнуть, а давай там то. Но мне уже было все понятно. Я приехала в свой фитнес-клуб, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok